дошел до трептов парка летом здесь конечно намного веселее специальные березы вот таки не очень прямые погода сегодня чуть получше чем вчера пытается солнце выйти скульптура называется молекулярный человек только почему их два непонятно видим раздвоение личности молекулярного человека произошло пока не забыл впечатление первое берлине почти нет негров по стране с парижем чувствую себя что ты в европе они в африке 2 очень много русскоговорящих прям каждый 3 4 непонятно туристы это или живут тут 3 очень много граффити граффити везде когда успевает рисовать 4 час на крайне как бы центра берлина нахожусь народу нет вообще то есть я не знаю день тусуются все машины есть людей нет вот наземное метро с бан вот там трептов парк очень правее оттуда иду пешком как-то все спокойно у них тут параллельно и перпендикулярно иду в центр пешком в общем вот район из сайт с кусочком берлинской стены вот этой дошел до него вот уже людей побольше и непонятно похоже на горбачева сейчас я хочу найти найти тот этот граффити с этим с хоникером из врежнева сюда и зашел для этого тут стена вот этот красный кусок который не демонтировали в общем с этой стороны жили замученные кровавыми совками бедные немцы восточные и вот за этой стеной начиналась другая жизнь стена тоненькая так мало отделяло этих людей но здесь сразу все мерседес бензаринов в общем рай рай и все хотели попасть в этот рай и миллионы миллионы были расстреляны когда через эту сцену перелазили ужас просто че творилось кошмар кстати мысли пришла мне на этой стене было такое граффити типа кто такой бог бог и ответ типа она черная так вот с восточной стороны этой стены бога не было а западный бог женщина черного цвета и это не может не радовать настоящих свободных людей прошел кусочек берлинской стены где было много людей и снова вот она безлюденье так называемая пустота хотят до Александра плац рукой подать вот это телевизионная вышка стоит на Александра плац куда я и направляюсь тут буквально может пару километров осталось два-три человека встречается за полчаса я понял где все люди они все работают работящие немцы как в белоруссии также никого нет на улицах сегодня же понедельник а вчера дофига было народу вот такой вот он зеленый и красный место это замечательность Анна Александра плац настоящее рождественское безумие насколько оно может быть безумным в Германии что-то какая-то маленькая площадь думала больше вообще два два человека разойтись не могут настояли всяких этих ярмарок тут понимаешь мы тут добрался до кафедрального собора единственный минус поездок зимой короткий световой день то есть буквально там не знаю с 11 сегодня до 3 было светло все и все и начинается вот такая жопа со сведением со всем остальным фоточки в инстаграмчик уже не выложить либо айфон 11 покупать в общем не могу молчать вход на ярмарку вот здесь 1 евро ну вот на хрена это надо делать вас там выйдет больше зачем 1 евро то еще брать что за голодранцев тут в Европе все что это Эстония что это Германия блин позорище 1 евро зачем вот народ стоит в очереди с билетиками ужас ужас мне этого не понять никогда еще момент заметил что в центре Берлина вот это вот около травм театра по крайней мере я таких перекрестков полно видел то есть нет ни разметки ни светофоров то есть непонятно где же это вот знаменитые немецкая где оно все как вот людям переходить то есть или здесь по дефолту пешеход имеет преимущество или что то есть просто все как ходят как как ходят так и ходят короче то есть кто пропускает кто не пропускает я не совсем понимаю до чего это надо то есть нет ничего Улица Унтерден Линден ведущая к Бранденбургским воротам вот по ней я иду довольно красиво как и в любом европейском городе мне кажется все красиво здесь и празднично вчера около Бранденбургских ворот евреи Хануку отмечали там полицейских мне кажется было больше чем евреев сейчас проверим что там творится может праздник продолжается непонятное покрытие здесь вот вроде вымощено камнем а здесь что это гранитная крошка или что это такое серединка непонятно для чего это сделано что за находка такая ну что есть то есть сегодня в Бранденбургских ворот все спокойно а нет вон звезда Давида висит ну тоже все спокойно даже с ней вчера они тут плясали то есть вот так вот как-то Берлин город контрастов все смешалось тут и ворота и звезда Давида и рождественская ель как говорится есть все на любой вкус вот хожу по такому архитектурному комплексу который называется жертвам посвящен жертвам холокоста наверное не многие здесь ходили ночью с фонариком сделано прикольно такие бетонные блоки разной высоты а ночью здесь все по-другому не как днем специально сделаны такие эти как бы углубление возвышенности хоп поворачиваю направо и выходим целая площадь посвящена этому фундаментальному строению недалеко от Бранденбургских ворот буквально метров сто как-то так вот оно современное искусство было 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 так так